здравствуйте дорогие друзья в китае существовал очень интересный вид казни этот вид казни применялся по большей части к знати да то есть людям которые принадлежат более высокому сословию относительно общей массы китайского народа и суть этой казни заключалась в том что ну представьте себе ситуацию человек находится в заточении заключение и естественно очень плохое питание и в какой-то момент приговоренного человека начинают кормить отборным и самым вкусным очень хорошо приготовленным мясом единственное отличие что есть в этом мясе в этом месте нет ни соли не специй нет ничего и кроме мяса ему больше ничего не дают то есть это только хорошо приготовленные очень хорошего качества мясные продукты то есть их целенаправленно действительно хорошо приготовили это не то что там знаете какой-то ужасный продукт нет это хорошее мясо этим мясом начинают кормить этого приговоренного человека и человек кушает столько сколько хочет и действительно но по упоминаниям люди насыщались этим мясным продуктом то есть очень обильно они кушали его вдоволь но через два-три дня у таких людей останавливался желудок полностью то есть пища переставала выходить естественным путем и в обратном направлении появлялись признаки метеоризма и соответственно проявлялись первые признаки отравления спустя неделю такой человек находился уже в полностью раздутом состоянии когда в нем гнили мясные продукты человек ужасно выглядел и по сути он умирал от токсического отравления связанного с гниением мяса разложение мяса которое было у него в внутри самого организма проживал такой человек от недели до двух это было очень ужасная смерть поскольку ну конечно же человеку хотелось кушать то есть он был голоден и в то же самое время единственная пища была бы только мясо да дорогие друзья сегодня будет у нас тема связанная с мясными продуктами сразу же хочу обозначить немножко я не являюсь популяризатором правильного питания в своем случае считаю что достаточно в принципе вегетарианство принцип вегетарианство он довольно просто не кушать мясо рыба не кушать грибов чеснока и лука чеснок и лук мы добавляем то есть у нас семья мы его кушаем в связи с тем что россия тамасичная страна то есть наша страна пребывает в серьезном тамасе у нас не самые лучшие климатические условия и энергии тамаса очень много то есть энергии невежества очень много и чтобы усилить эту энергию и хотя бы частично перевести ее состояние раджеса раджесичные продукты у нас в семье мы кушаем но не часто и исключительно там холодный сезон времени либо когда вся семья заболевшим состоянии да обычно ребенок приносит из сада какую-то простуду и пока все не переболеют это не проходит но вот в это время мы лука чеснок кушаем это я так чтобы вы понимали суть того как я живу чтобы не было каких-то несоответствий да действительно я вегетарианец самой юности вегетарианец и местных продуктов не кушаю за исключением армии там есть было вообще по сути не очень-то и много ели все что было ел и сало и мясо но как-то надо было выживать еще и время такое было сложное да то есть проблемы с питанием в армии были затрону сегодняшнюю тему потому что многие действительно люди спрашивают почему же почему же так вредно мясо давайте еще раз немножко напомню в ведических писаниях убийство любого животного не связанное не связанного с необходимостью в продлении вашей жизни да то есть если вы убиваете животное ради того чтобы спасти свою жизнь это одно а когда у нас масса других продуктов зернобобовых всевозможных да и убивать животное это уже преступление да то есть необходимости в убийстве животного не существует если бы действительно был голод тогда убийство животного она является спасением для человека и человек не накапливает дурную карму но если он убивает когда еды достаточно то это убийство ради наслаждения своих вкусовых рецепторов это уже убийство из эгоцентризма и эгоизма и подобная деятельность она уже несет совершенно другие последствия в писаниях также упоминается что убийство животного распределяется между всеми теми людьми которые участвуют в процессе потребления мясных продуктов данного животного и существует четыре человека которые по сути разделяют карму того или нового убитого животного это тот кто убивает то есть сам по себе мясник тот кто продает то есть торговля мясными продуктами она ухудшает судьбу ухудшает также карму тот кто готовит то есть те же самые повара да если они готовят мясные продукты они также берут на себя четвертую часть карма этих убитых существ то есть не думайте что если вы не участвуете в убийстве коровы то вы не виноват виноваты виноваты все потому что это целая цепочка зависимых от этой цепочки людей и четвертый человек тот кто потребляет тот человек который приходит в ресторан кушает эту рыбу или этот мясной продукт он также берет четвертую часть кармы на себя то есть все четыре человека разделяют карму убийства животного между собой это важно понимать и от этой ответственности избежать не получится и дальше где же накапливается подобная карма карма убийства животных карма причинения вреда накапливается у нас чаще всего в стопах но поскольку это связано с вожделением относительно удовлетворения наших рецепторов то это вожделение еще связано с внутренними органами с областью живота таза и бедра то есть люди у которых проблема с манипура чакрой и есть излишняя карма голодных духов у них обычно видно визуально все да то есть у них становится большой живот у них болезни внутренних органов разрушается печень разрушается поджелудочная всевозможные виды заболеваний связаны с желудком с двенадцатиперстной кишкой и так далее так далее так далее то есть все виде кармы начинает бить по внутренним органам по тем органам которые зависят от потребления таких продуктов для примера в коленях я уже также упоминал как-то в одном из видео накапливается карма вожделения да то есть карма законных и незаконных интимных отношений когда мужчина и женщина вступают в интимные отношения только ради секса да то есть чаще всего подобный секс длится до удовлетворения одного из партнеров и так далее также здесь находятся кармы связанные с половыми органами и выделениями в частности процессы рождения детей их зачастие они также связаны с областью коленей и областью малого таза в частности с половыми органами и также от колени еще зависит наша речь другими словами если человек бронится ругается сквернословит злословит у него очень впоследствии сильно будут болеть колени и колени в буквальном смысле его будут разрушаться и также будут еще и проявляться заболевание выделительной системы это раз и и также будут страдать половые органы то есть если человек в обществе сквернословит злословит обманывает других то по закону кармы он получит удар именно по этим участкам тела если человек очень жадный если он склонен к накопительству и не стремится делиться с другими если заботится только лишь о своем благополучии не заботится о благополучии ближних если он заботится о своем благополучии ради того чтобы доминировать над окружающим пространством то есть как-то выделиться то подобная карма жадности скапливается в области таза в области живота и начинают страдать именно эти участки тела и и при резких отработках кармы когда карма начинает резко проявляться начинают страдать и внутренние органы и еще и костные ткани да то есть это может быть и авария это серьезный перелом в области таза травма позвоночника в области поясницы какое-то заболевание в области поясницы перелом берцовой кости бедра и так далее то есть проблем может быть очень очень много и все это связано с кармическими последствиями которые мы накапливаем благодаря нашей жадности поэтому всегда нужно понимать что стремление к накопительству желание думать только о себе и не думать о ближнем она будет сказываться на нашем же состоянии то есть должно быть милосердие должна быть забота еще в целом о обществе и о каждой отдельной личности но без фанатизма да то есть не надо в ущерб самим себе как бы стремиться помогать другим сначала решить нужно свои вопросы а потом уже помогать и другим людям по мере возможности то есть не надо перегибать палку если есть возможность я должен помогать нет возможности значит поступаем по совести и мнение относительно мясных продуктов в интернете довольно много я вчера кстати посидел посмотрел некоторые статьи очень противоречивая информация но с другой стороны на самом деле виден тот элемент что каждый пытается выгородить эту тему в свою выгодную исключительно для него сторону веган и вегетарианцы они показывают негативную сторону соответственно медики они вступают в потребление местных продуктов и показывают позитивные элементы потребления местных продуктов знаете я не буду наверно вставать ни за тех ни за других я расскажу исходя из своего опыта опыт мне небольшой я кое-что знаю но это не значит что я этой темой занимаюсь она мне честно говоря не очень интересно но вы же сами видите что допустим я больше по медитации да мне нравится больше йога медитация осознанное сновидение а всех остальных сопутствующих элементов достаточно в той степени которая имеется просто в обычном моем питании да то есть как я уже сказал до этого не ешь мясо рыбы грибов и того же достаточно ну чеснок и лук еще основным доводом наверное стоит признать то что у хищников у животных которые питают питаются мясными продуктами он очень короткая пищеварительная цепочка и у них очень короткий кишечник и чаще всего продукты жизнедеятельности у них задерживается на буквально на час два три не больше то есть у них обычно кишечник составляет всего лишь метр полтора метра у нас же длина кишечника это 6 8 метров это очень большая дистанция для пищеварительной системы и что же происходит почему же животные почему же их организм избавляется от этих продуктов проблема на самом деле заключается в том что спустя какое-то время спустя час после ферментации потребленной пищи пища в действительности начинает разлагаться и впоследствии учитывая то что мясные продукты как собственно любая другая пища находятся в теле человека 24 часа в сутки у кого-то больше у кого-то меньше спустя час организм уже борется борется с теми токсическими выделениями которые случаются в мясных продуктах да то есть по сути мясные продукты при температуре 36 градусов начинают гнить а там же очень влажная среда и очень способствующие тому составляющие данному процессу и естественно все остальное время мы боремся с интоксикацией организма то есть наш организм не только потребляет так называемый животный белок он еще и борется с тем чтобы не умереть да у нас какой-то момент организм обретает возможность справляться с определенным количеством токсических отравлений но в любом случае какая-то часть этих токсических веществ остается в нашем теле да то есть не все мы успеваем выбрасывать в форме каких-то выделений жидких или твердых какая-то часть остается в организме это складируется в сосудах это складируется в жировых тканях и все это остается на очень долгое время в нас то есть происходит так называемое токсическое отравление организма у нас есть запас прочности никто не спорит это действительно так но в любом случае когда токсическое отравление в организме существует и та жизненная сила которая могла бы пойти на что-то более важное более ценное допустим интеллектуальное развитие мы тратим на что на борьбу с отравлением которое у нас есть в области прямой кишки подтвержденные факты то что 40 процентов человек которые занимаются потреблением мясных продуктов они склонны к заболеванию прямой кишки и конечно же в своем усугубленном состоянии переработанная пища находится именно в прямой кишке там она просто разлагается до ужасных состояний как еще можно подтвердить все эти процессы я думаю что периодически каждый из нас переключался на вегетарианскую пищу переключался на мясные продукты и мы все когда ходили в туалет мы замечали что когда мы интенсивно кушаем мясо то поход в туалет сопровождаются невыносимым зловонием и в то же самое время если человек кушает вегетарианскую пищу естественно подобных зловоний нет в любом случае запах он будет стоять но извините тех гниющих запахов которые бывают при потреблении мясных продуктов конечно же мы не почувствуем да то есть но это это всегда очень большая разница я также еще хочу добавить исходя уже из своей личной практики йоги да допустим когда человек кушает мясные продукты его под его выделение они на самом деле очень сильно пахнут если вы давно занимаетесь йогой то ваши рецепторы или наши рецепторы они настолько обострены что под человека даже если он только-только из душа он все равно будет чувствоваться он воняет и воняет он исключительно именно мясом сырым мясом которое он собственно и кушает поэтому мясоеды они в действительности очень скверно и дурно пахнут то есть с ними по большому счету невозможно находиться да если это будет группа людей которые все кушают мясо они особо ничего не почувствуют но исходя из своим своей практике допустим если я давно занимаюсь йогой я не могу находиться в помещении с людьми которые кушают мясные продукты от них просто дурно пахнет и я всегда стараюсь как-то ретироваться выйти на свежий воздух и так далее да это серьезно и не только под и по сути все что связано с такими людьми а вот как бы пара пропитана вот этой вот энергетикой и вот этими вот состояниями также потребление мясных продуктов очень сказывается на нашей внешности и на состоянии собственного всего организма да то есть можно с легкостью можно с легкостью отличить что во первых у вегетарианцев нет никогда излишнего веса где вы видели толстого вегетарианца таких нет в индии допустим действительно люди которые кушают обильно рис со всевозможными видами подлив у них тело конечно насыщается они такие знаете полненькие и и в индии действительно многие люди они такие полноватые это действительно так но даже там толстых людей нет нет вы в индии таких знаете как бы толстунов которые у нас есть в россии и нет вот этих вот опухших лиц с утра тех людей которые зависимы от потребления мясных продуктов то есть потребление мясных продуктов очень сильно сказывается на внешности то есть вся та жизненная сила как я уже сказал до этого который у нас есть то чтобы мы всегда очень хорошо выглядели чтобы наша кожа на лице допустим было подтянутой мы аккуратными были в плане нашей человеческой жизни мы эту жизненную силу тратим на то чтобы переварить эти тяжелые мясные продукты и так далее так далее так далее то есть да дорогие друзья тема не исследованная и конечно же в угоду каким-то корпорациям которые заняты торговлей и мясными продуктами мало кто из людей заинтересован в том чтобы люди знали правду потребление мясных продуктов и собственно все общество нынешнее время оно как бы заточено на то чтобы сделать из человека исключительно такой вот винтик который будет частью этого общества никто не заботится о том чтобы человеку дать какие-то духовные знания чтобы показать ему что дадут существует другая реальность другая жизнь духовный мир человека в большей степени затачивают на то чтобы он был потребителем или же создателем определенных условий для потребления каких-то продуктов ну и все на этом и это качество материализма это качество калию как нам питаться дорогие друзья решайте сами я же в своем случае прекрасно понимая что человеку очень тяжело бросить мясные продукты сразу же вот я всегда предлагаю сначала перейти на рыбный продукт но при этом рыбу надо перерабатывать очень хорошо и ее нужно очень хорошо термически обрабатывать поскольку в рыбе рыба вообще очень проблемный продукт она несет меньшее последствия связанные с кармическим и последствием то есть убийство теплокровного животного она несет более серьезные последствия если сравнивать эти же последствия с рыбой да но то же самое время время рыба она практически вся поражена паразитами до существует около 200 видов паразита которые живут во всех частях человеческого тела и больше всего их в рыбных продуктах и даже термическая обработка даже на протяжении 20 минут чаще всего это к примеру проблему не устраняет то есть паразиты остаются они впоследствии живут в теле человека и здесь нужно нужно быть очень аккуратными и знаете по высказываниям моих друзей самая проблемная рыба это рыба с дальнего востока да то есть камчатки из каких-то сибирских регионов то есть рыба привезенная с дальнего востока она практически вся поражена паразитами здесь опять-таки нужно быть очень аккуратными и если все-таки встает вопрос относительно того как быть я уже сказал до этого я рекомендую заниматься интенсивно хатха-йога и организм впоследствии просто сам откажется от мяса и от рыбы вы поймете что вам это не нужно если вы не будете заниматься хатха-йога и не будете естественным образом прекращать потребление мясных продуктов то конечно же вам придется как-то себя ментально настраивать но это в принципе тоже возможно то есть если изучить этот вопрос вы сами поймете что медики очень многого не договаривают и знаете такая форма пассивной лжи когда тебе не говорят о проблемах но эта ситуация она также является кармически тяжелой поскольку он у нас ввергают в незнание ну как-то так не знаю смог я или не смог прояснить эту тему но старался сразу хочу сказать тема не моя и наверное я не знаю буду ли эту тему когда-либо поднимать вряд ли эта тема она настолько избитая и повсеместно известная что думаю что мне тратить время на этот вопрос нет необходимости поэтому дорогие друзья до новых встреч родителям и voy и и и и это и и и и и Продолжение следует...